Здравствуйте, дорогие хозяюшки! Всем-всем приветик! Всем-всем, кто зашел ко мне на канал. Дорогие мои, сегодня я буду готовить куриный суп с желтой крупой. Какая у нас желтая крупа? Конечно, это пшено. Я уже записывала видео, где я готовила суп пшеный, заправленный салом, без мяса. А сегодня мы будем готовить куриный суп с пшеном. Итак, мясо я отварила. Затем бросаем сюда 2-3 лавровых листика, пусть варится. Все, мясо у нас уже отварилось. Теперь мы берем картошку. Одну картошку. Да, я хочу сказать вам, что я готовлю литровая кастрюлька у меня. А вы уже будете смотреть по своему усмотрению. Главное, что нужно в такой суп, что любит такой суп, а что не любит. Итак, бросаю одну картошечку. Вот такую большую картошечку беру. Она тоже быстро варится, но это не американочка. Тоже мы нарезаем ее. Если вы, еще раз повторюсь, взяли вы картошку, нарезали, пока мясо варилось, так не нужно оставлять ее. Сразу нужно положить ее в водичку, чтобы она не почернела. Если вы картошку оставите без воды, картошка у вас почернеет. Итак, эту картошку мы бросаем, сейчас забрасываем сюда в суп. Так, забросили. Теперь мы делаем огонек больше. Ну, кто-то скажет, ну, чего она все время так говорит все подробно. Я говорю, может, кто-то сегодня смотрит, кто-то еще не умеет готовить. И поэтому я так досконально рассказываю. Так, забросили, сделали больше огонек. Теперь берем ложечку, помешаем. Так, помешали. Затем мы берем один репцитый лучок. Но этот супик не любит куриный, чтобы была зажарка там, или там мелко нарезался лук. Поэтому, как всегда, вы уже знаете, я всегда беру, надрезаю вот так вот, с четырех сторон, с шести сторон, надрезаете и бросаете целую головку, вы бросаете сюда в супик. Пусть варится. Когда отварится суп, и этот лучок у нас будет уже готовый, вы можете его есть. А кто не любит, мы берем шумовочку и вытягиваем этот лучок. Когда у вас отварилось мясо, вы оставляете в супе. А кто не хочет, чтобы целые куски там, кости были, вы берете, обдираете это мясо, куриное мясо, и кусочками забрасываете. Картошка сейчас уже полуготова. Сейчас мы посолили. Теперь я возьму перчик. Сюда мы будем бросать перчик горошком. Почему? Для того, чтобы бульончик у нас был красивый. Если вы будете бросать сюда, в бульон, такой этот рассыпчатый, то есть меленый горошком перец, то у вас бульон будет коричневый. И так бросаем два, три, четыре, ну, сколько у вас поместилось в ваши пальчики, вот так раз и бросили сюда. И горошком, этот горошком, и душистый, и горький перчик. Все, пусть варится. А теперь мы будем пробовать, готова наша картошка или нет. Вот берем ножики, шумовочку там или ложечку. Все, картошечка готова. Она уже полностью готова. Теперь, что мы делаем дальше? Дальше мы берем крупу, пшеную крупу. И нужно, конечно, ее помыть. Ну, сколько нужно крупы на литровую кастрюльку? Значит так, я люблю суп не густой. Я выру, вот, например, чашечку, да? И в эту чашечку я брошу одну столовую ложку, вот, сверху. Я бросаю крупы. Все, достаточно. Теперь мы эту крупу помоем хорошенечко. Несколько раз нужно помыть, чтобы она не была, потому что, вот, бывает, крупу покупаешь, она чистая, желтенькая-желтенькая. Бывает, покупаешь, она какая-то сизая такая, вот, грязная такая. Вот, один-два раза промыли мы. И сейчас мы будем забрасывать крупу сюда в кастрюльку. Все, вот мы бросаем. То, что остается у вас на донышке, вы можете или же водичкой долить, вот так вот, чтобы не оставалось ничего в чашечке, или же, ну, взять ложечкой, или же взять вот здесь вот этот бульончик сюда, в эту, там, вашу емкость и хорошенечко перемешать. Все, у нас огонь нужно сделать больше, потому что перестало кипеть. Итак, у нас уже здесь все есть. Чеснок мы сюда не бросаем. Я, например, ну, вот я по своему опыту за всю жизнь знаю, что в таком супе чеснок не, ну, не годится в шеном супе. Вот. А в других супах, конечно, где у нас куриный бульон, всегда вот чеснок придает очень хороший вкус. Итак, у нас тут все есть. Что еще осталось? Нам осталось сюда положить чуть-чуть укропа. Вот у меня сушеный укропчик. Ну, у кого есть сушеный, пожалуйста, сушеный. А у кого нету, значит, такой укропчик, ну, немножечко, совершенно чуть-чуть для для антуража, как говорится. Все, мы вот взяли этот укропчик сухой и сюда. Все. Теперь мы берем берем ложечку и хорошенечко перемешиваем. Все. Теперь пусть готовится у нас до готовности. Все. Как только у нас крупа. Эта крупа очень быстро варится, чтобы вы знали. Вот. Так что, если у вас картошка такая долго варится, тогда вы, конечно, картошку, потом вы крупу варите. А если вот как американочка у меня была, я только бросила, она уже вся, она уже сварилась. Тогда бросайте вместе и картошку, и крупу. Все. Ну, все. Наш супик готов. Мы выключили его. Теперь мы возьмем тарелочку, возьмем ополовник, любой ополовничек и будем насыпать супик. Вы знаете, вот я сказала вам, что я сюда положила одну столовую ложку сверху крупы. У меня получился супик такой, ну, не редкий и не густой, а нормальный. Вот. Так что, кто любит такой, знаете, не редкий супик, то тогда так и кладите это все. Вот. У меня картошка прямо разварилась. Почему? Потому что она очень хороший, очень хороший сорт картошки. Вот, дорогие мои, вот наш супик готов. Очень-очень вкусненький, ароматненький. Вот, смотрите. Вот так вот. Значит так, дорогие мои, я хочу вам рассказать, что готовьте такие вот супы. Я вот, например, готовлю все то, что я всегда всю жизнь готовила, вспоминаю, что я готовила. Итак, вот себе готовлю и думаю, а может быть кому-то понравится. Ну что ж, заходите на мой канал, ставьте лайки, кому нравится, как я вот рассказываю, простые блюда для простых людей. А простых людей у нас больше, чем вот этих вот, ну, у которых много-много денег. Вот. Подписывайтесь на мой канал. На моей главной странице там есть раздел, где я прошу, если у кого есть возможность, мне помочь с развитием моего канала. Заходите на главную страницу, и кто может, помогите мне, пожалуйста. А кто не может, то и не надо. Все, до свидания, мои дорогие. Всем всего хорошего. Все. Чистого неба над головой. Здоровья и благополучия. Пока.